Карамелька тут круги наматывает, и я вижу, она вон там полиняло. Мам, я всё, я и покакала, и полиняло. Дай мне пожрать, пожалуйста. Солнце сейчас, подожди. Точнее, даже не сейчас, мы сейчас всё это уберём до начала. А кушать будем ближе к вечеру, да. Как-то так тебе ещё в себя прийти надо. Какой солидный дождевой червяк растёт. Красоты не описываю, показываю просто калибр. И тоже многие умудряются написать, что она должна меня съесть. Ну да, вопросов нет. Я в это лицо точно не влезу. Лицо, скажи, ну, если постараться только очень сильно, и в чьих-то фантазиях, то может быть, может быть. Да, так, скажи, навряд ли. Не судьба. Курку, как она тут наматывала, и вокруг вот влажной камеры, и вокруг поилочки, вон там ещё. Сейчас проверю, цельным кусочком или нет. Сейчас глянем, глянем. Прямо жерелье получилось. То есть, она вот так вот линяла, и в итоге шкурка сама к себе приклеилась. Вот такая тема. Вот тут вот глазочки. Челюсть. Короче, все запчасти на месте. Про глазки я уже как-то показывала, рассказывала. Вот, допустим, вот снялась шкурка. Вот таким вот монолитом. Ну, всё нормально. И вот, почему мутнеют глаза у змеи перед линькой. Тут видите, чешуйки кругленькие. Это места от глаз. Первым делом просто отторгаются эти чешуйки, поэтому глазки мутнеют. Где-то сутки-двое змея живёт на ощупь. Потом, когда полностью она оторвалась ещё, проходит где-то дня два-три, и происходит вся линька. То есть, змеи надо успеть между старой вот этой кожей и новой сделать промежуток за счёт лимфатической системы. Лимфа там немножко выходит, и получается благополучно всё отстаёт. Так что, ну, без сильной влажности, без нормальной, так сказать, влажной камеры многие змеи тяжело линяют, не чулочком. Вот итог линьки. И можно будет кормиться вечером. Он струится туда-сюда по контейнеру. Говорит, давай жрать. Но я вчера, вернее, этой ночью не стала кормить. Во-первых, ждала, когда она полиняет. Кормить нельзя. Катреля тоже не кормила. И вот теперь вместе нормально покушают. Продолжение следует...